Совокуплять свои эмоции, чувства, жалость или ненависть. Бог так сказал. Хорошо, едем дальше. Седьмой стих. Тебя вопрос был по седьмому стиху? Да, нет, я думаю, что просто как бы из того всего, что мы рассуждали, получается, что внешнее служение, сначала Павел нас призывает к этому внешнему служению, а потом надо это внешнее служение ещё как бы определить, что для меня личное служение есть, потому что не все могут быть учителями, не все могут быть пророками. Ведь так ведь определить в себя в теле Христовом, какое личное мое служение. Потому что написано, видишь, в седьмом стишке, если ты служитель, пребываешь ли в служении? Пребывай. Если ты учитель, в учении пребывай. То есть очень важно найти, что ты должен делать в теле Христа, кто ты есть в теле Христа. Не кто ты есть, а какое твое именно служение в теле Христа. Это очень важно. Ну, конечно, это важно, и это не так сложно. Это очень просто. Вообще-то это очень просто. Это получается естественно. Когда дети растут, у одних есть тяга, например, к музыке, у других тяга к математике, у третьих тяга к рисованию. Когда они родились, там год, два, три, этого еще не видно. А вот когда им стало уже 10-15 лет, уже 20 лет, они точно знают, куда у них тяга, куда их тянет, что им интересно. Для того, чтобы человеку узнать, какое у него служение, ему нужно вырасти. Ребенку, может, у него есть задатки пророка, но если он не вырос, он с этим пророчеством ничего не сделает. То есть, если человек не знает свое дарование, свое служение и призвание, это говорит о том, что он еще младенец, поэтому он не знает. У него, естественно, не проявились те чувства и те дарования, которые Бог ему дал. То есть, для того, чтобы дарование нашли применение в жизни, нужно подрасти, и тогда оно вырастет и покажется ему себя. Хорошо, седьмой стих. Служитель. Речь идет о служителях. Кто же такие служители? Речь идет, вообще-то, о дьяконском служении. Дьякона – это служители, которые выполняют обязанности, которые им поставили. Ну, разные обязанности. Мы знаем, даже накрывать на столы нужно было выбрать служителей. Это обслуживающий персонал. Людей много, нужно было обслуживать по-разному. Может быть, приходили люди издалека, нужно было найти где-то остановиться, накормить, солому поднести, почистить после ослов, навоз вывезти и так далее. Это делали, это была работа дьяконов, это служители были. Это не то, что люди пришли, знаете, пиджачок, галстук, одели, я только в собрании тут определенное служение сделаю. Да, это может быть внутри церкви так, но работа служителей на этом не заканчивалась. Я помню, однажды рассказывал, в случае кто-то, в России часто выключали свет. И вот выключали свет, и что делали? Ну, зажигали лампы. И вот зажигали лампы для того, чтобы закончить собрание. Потом выключился свет. Стали зажигать лампы, они не зажигаются. Что ж такое? Масла нету. Давай зажигать, а нету масла. И там пресс-фитер, как же это так? Почему масла нету? Как вы допустили? А кто масло наливает? Никто не наливает масла. Диакона должна наливать, да? Никого не могли найти. Оказывается, в этом собрании был дедушка, который следил всегда за лампами. Фитили чистил. Лампы были чистые. Стекла протирал. Маслечко подливал. Это было служение. И потом этот дедушка нечаянно умер. И все, никому следить за лампами. И никто не заметил. И никто не заметил. Уже когда проблема, тогда люди начинают замечать. Так вот этот дедушка был диаконом. Ну как, не рукоположенным диаконом. Он выполнял роль служителя. Он выполнял роль обслуживающего, прислуживающего. Где-то надо ноги помыть, ноги помоет. Вот это роль служителей. Да, может быть, где-то в церкви, там за кафедрой, там еще можно где-то послужить. Это маленькая часть. Мы понимаем, что собрание на фоне всей нашей жизни – это несколько часов в неделю. А служителя должны служить. И после церкви. Если ты солому носишь, носи солому. Если ты там знаешь коней, знаешь ослов, знаешь вот это хозяйство, занимайся этим, помогай. Вот раньше люди жили, двигались. Нужно было продукты давать. Нужно было в этом подумать. Какие продукты дать. Откуда люди пришли. Маленькие дети. Куда их уложить. Спеленать, помыть. Ведь столько было работы, а мы об этом сегодня не думаем. Да, мне кажется, она и сейчас есть, эта работа. Она есть. Работы много разных. Если да, люди ищут работы, кому помочь, без проблем. Я думаю, всегда найдутся те люди, которым нужно помочь, и где можно так послужить. Всегда можно поработать. Но если у человека нет вот этого понимания, понимаете, чтобы служить, надо понимать. Это должно быть понимание или призвание. И то, и другое. Во-первых, нужно вырасти. Детей не посылают на служение. Не посылают. Они не способны. Опять возвращаемся к возрасту. Возвращаемся, да. К возрасту, видишь. Обязательно. То есть, мы понимаем, что входят все в одну школу, общеобразовательную. После школы каждый выбирает себе колледж по специальности. Я иду там на программиста, я иду там на учителя, я иду на профессора. А общеобразовательная школа была у всех. Выучились, они уже знают, куда идти учиться. Интересно, да, что студенты эти друг другу не мешают. Учителя не мешают программистам или математикам. Наоборот, они друг другу помогают. И вообще мы живем в одном городе, где все и крутится, и вертится. И учителя нужны, и программисты нужны. А вот смотри, Рома, вот дальше, если взять Ефесянам 4 главе, вот мы читаем, что… Давай мы еще учителя пропустили. Да. Очень важную, да, очень важную работу. Окей. Вот. Итак, если ты служитель, пребывай в служении. Если у вас есть такое дарование, пребывайте в этом даровании. Учитель должен пребываться, пребывать в учении. В учении. Кто такой учитель? Тот, кто наставляет, кто вразумляет других, увещевает, разъясняет, делает доступным слово. Вот это учитель. Он не выдумывает что-то сам. Вот, например, учитель математики. Я ходил в школу, у нас был учитель математики, который рассказывал, да, цифры, все правильно. И был другой учитель, который настолько меня заинтересовал. Я сидел в классе, потому что наш учитель заболел, пришел заместитель. Я его слушал, я просто с открытым ртом. И это был урок математики. Думаю, так там такой интерес, там столько... Там он вообще закончил урок, он весь в милу был, он писал, чертил, показывал. То, другое, и там, и здесь. Я смотрю, бегаю, я на первую парту сидел. Так интересно было. Хотя это была математика. Понимаете, вот учитель, первый выполнял потому, что по долгу, а второй потому, что хотел быть учителем. По призванию. По призванию, да. Так вот, учитель – это тот, кто, опять-таки, вырастая, чувствует, что ему нужно помогать другим. Чувство. Вот это чувство прививает Бог. Он возбуждает это чувство. Надо кому-то... Ты узнал? Поделись. Ты должен поделиться. Ты должен наставить. Ты должен отыскать человека. Ты должен разъяснить ему. И человек спать спокойно не может до тех пор, пока он кому-то что-то не объяснит. И это не ради того, чтобы ему там деньги заплатили или там собрание как-то отметили. Он это делает для внутреннего успокоения перед Богом. Потому что Бог его побуждает на это. Бог побуждает, Он это делает, Ему приятно, совесть не судит. И вот так вот всё гармонирует внутри. Вот видишь, это ты уже как бы ответил на мой вопрос, который я хотел задать. Как вот понимать, что Он поставил одних апостолами, других пророками? Это то есть Господь побуждает одними быть такими и такими. Важно, чтобы мы только услышали или откликнулись на это побуждение. Я думаю, опять всё возвращается к духовному росту. Ром, можешь ли посоветовать или как вообще нам подойти? Как можно вырасти? Чем нужно заниматься, чтобы нам духовно вырасти? Чтобы услышать, кто я служитель, учитель? Вы знаете, есть разные моменты в жизни. Мы говорим «духовный рост». А в этом духовном росте очень часто случаются такие ситуации, которые, ну скажем так, назовём открытым текстом депрессия. Вот бывает у верующих депрессия или нет? Не должно быть. Но мы не говорим о том, что не должно. Мы говорим о том, что бывает или нет. Бывает. Ну хорошо, депрессия может быть страшное слово, скажем так, разочарование. Апатия. Нежелание ничего делать. Это депрессия. Вот однажды мой знакомый попал в такое состояние. Попал в такое состояние. Ему было крайне тяжело. Он даже просил смерти себе. Просил смерти. Говорит «Господи, пошли мне смерть». Приходит, Бог сделал чудо. Пришёл к нему ангел и взял, накормил его. Раз он поел, опять заснул. Приходит в следующий раз ангел, опять начинает кормить. Я читаю, думаю, надо же, вот это да, вот чудеса. А потом говорит ему, а вот ты пойди на то место, указывает место, и я там с тобой поговорю. Этого человека звали Илья, вы, наверное, уже догадались. Так вот, он шёл 40 дней, прежде чем Господь ему сказал то, что нужно было сделать. Вы знаете, если человек находится в депрессии, опять-таки, что такое депрессия? Апатия, безразличие, всё равно, не хочу, не получается, мои души ищут, я столько делаю, результата не вижу. И вообще неверующих вокруг нету. Мы знаем, Бог говорит, так 7 тысяч есть, о которых ты и понятия не имел. Ты их не увидел. 7 тысяч. Израиль же не такой был большой. Неужели я, или я не мог определить? Не определил. А Бог говорит, я знаю этих людей, я знаю. Поэтому в депрессию впадать нельзя. Так вот, нашему духовному росту мешает видимость. Понимаете, мы, когда мы зацикливаемся на видимом, вот это нам мешает, это приводит нас в депрессию. Поэтому нужно было ему 40 дней идти развеяться, чтобы надо привести себя в нормальное состояние. То есть, именно люди ждут результата, да? Люди ждут. Что что-то сейчас случится. Вот я сделал, значит, будет результат или как? Ну вот смотрите, иногда мы рано или поздно, вольно или нет, мы съезжаем на рельсы самоугождением. То есть, мы будем Богу служить так или таким образом, как нам это интересно, чтобы нам было приятно, чтобы нам было хорошо. И если нам не хорошо, мы разочаровываемся. Господи, почему так? Почему иначе не случилось? А почему вообще мы так думаем? Если мы предоставили себя на служение, вот мы взяли, допустим, там, я не знаю, на служение, что у нас там, вилка есть, нож есть, поварёшка есть, и в горячую воду, и в холодную воду, и ту кашу, и борщ. Она не жалуется, а мы хотим быть такими поварёшками, которые только на витрине стоят. Да, особенно, если, допустим, ты музыкантом, и там кто-то другой лучше тебя играет, у тебя уже как-то оскомина такая, вау, он лучше меня играет, чаще уже его ставят на служение, чем меня. Ну мы, кстати, музыкантов мы не находим среди служителей, здесь их нет. Мы сегодня придумали такую роль музыкантов, вот, конечно, петь это хорошо, но они вообще должны занимать минимальную часть. Мы нигде не читаем, что в собраниях раньше вот так пели, и знаете, кстати, это для нас сегодня является обличением большим. Если мы тратим два часа в неделю, или там четыре часа, кто сколько, строго смотрим на ноты, ни вправо, ни влево, и там уже никаких мнений нет. Знаешь, у тебя нота до – это одна, а вот в нашем колхозе была другая. А бабушка приехала там с Дальнего Востока, говорит, это вообще вы не правы, у нас третья до. Какая-то система, и все подчиняются. Стоит руководитель, палочкой махнул, и все в один тон. И два часа. И два часа. Так если мы музыку так изучаем досконально, если мы подчиняемся правилам музыкальным, их-то много правил, много разных правил. Мы говорим, здесь исключение, а здесь правила, здесь так, тут затакт, там такая скрипка, тут другая скрипка. Если мы так столько времени тратим на музыкальное служение, мы называем служением. Вообще-то не сказано в Библии, что это служение. Ну хорошо, называем служение. Если мы, ведь мы будем, Бог скажет, вы называли служением? Насколько вы должны больше служить духовное? Насколько больше времени вы должны уделять духовному служению? Если вы музыкальным инструментом, мелодией и человеческим, ну там люди же придумали песни, столько уделяете время, по буквам поют, по слогам поют, чтобы в ноту взять, чтобы правильно взять. Хоровые песни сложные, я понимаю, много там работать надо, но если там, то здесь в 10 раз больше. Мы должны так слово изучать, чтобы вся церковь, вот этот стих написано, пришли в единство веры, в одну ноту. Пастырь сказал, и все, аминь. Пастырь говорит, вот такое слово написано, и Господь так хочет от нас, аминь. Вот это церковь будет петь. Единомыслие должно быть духовное. Один дух, да. Так вот, вернёмся к учителям. Ведь роль учителей какая? Апостол Павел пишет к Тимофею, это был молодой учитель, «Вникай в себя», дальше можно пока не идти. Учение мы читаем, изучаем. А вот как насчёт себя? Вникать, смотрите, роль учителя. «Вникай в себя, занимайся им постоянно». Ну, конечно, в учении тоже. Я просто хочу обратить внимание на себя. Что я имею в виду? Вникаю ли я в себя, обращаю ли я внимание на свой характер? Если я учитель, поменялся ли у меня характер? Как у меня с терпением? Как у меня с воздержанием? То есть, это именно Тимофей пишет учителям, правильно? Это, вернее, апостол Павел пишет Тимофею, который был учителем. «Вникай в себя, в учении занимайся им постоянно, ибо так поступай и себя, спасёшь и слушающих тебя». То есть, это именно эталон учителя. Учителя, да. Учителя, то есть, он говорит, вникай в себя. Это, конечно, не говорит о том, что другим нельзя этим заниматься. Но я, ну да, ну просто… Знаешь, получается, что если ты хочешь быть учителем, если ты хочешь быть учителем, действительно, ты чувствуешь это призвание, ты должен служить, ты должен идти по правилам вот этой программы. Мы говорим «Библия», «Слово Божие», поэтому ты вникая в себя, смотри, или ты в точности, ты досконало понял, чтобы потом других, чтобы потом передать. Ты же будешь учить других. Да, потому что ты можешь что-то и от себя учить. А это уже… Ну вот интересная мысль была именно, что вникать в себя. Да. Что именно смотреть, поменялся ли мой характер, да, поменялось ли моё отношение к чему-то. Вообще, как я нахожусь? Потому что часто мы, ну, видим, что написано в Библии, так надо, и всё. Да, мы можем пересказать то, что написано. А как насчёт именно тебя? Вот поменялся ли я? Апостол Павел говорит «Смотрите на меня». Конечно, у него были свои недостатки. Но он говорит «Смотрите на меня в той части, где я подражаю Богу». Вот как я живу, ну, скажем, пусть 20% его жизни, да, или 10, или 5, неважно, мы не можем делить сколько. Но он говорит «Вот на эту сторону обращайте внимание». Допустим, если я хороший плотник, я говорю «Смотрите на меня, я взял рубанок и пошёл там строгать. Я, может быть, плохой рыбак, я, может быть, плохой повар, и тут не нужно на меня обращать, брать с меня пример. А вот тут, где я специалист, вот тут смотрите». Поэтому апостол Павел пишет, сам был учитель, наставляет молодого учителя, говорит «Вникай в себя». То есть, работает ли слово внутри тебя? Есть ли перемены, меняется ли характер, меняется ли душа, меняется ли сердце? Потому что сердце должно быть прооперировано, в конце концов, для того, чтобы освободиться от греха, освободиться от плоти. И кто, как не учитель, должен пережить эту операцию первый? Он должен пережить. Иначе как он может научить? Он же не научит. Если он сам этого не знает, и написано «слепой может вести слепого». Да, и куда они попадут? В одну яму. То есть, человек должен сам пережить то, что он говорит. Если он не переживает, то он не должен это говорить. Это будет уже неправильное направление. Это будет формальная буква просто. Это будет форма. Поэтому обращение к учителям, чтобы они вникали в себя и потом вникали в учение. То есть, смотрели, как я отношусь. Почему в себя? Потому что часто мы читаем слово, и внутри себя мы испытываем… Ну, наверное, это устарело слово. Наверное, это не ко мне. А это можно слово отложить. А этим можно не заниматься. А это можно понимать вот так. То есть, смотрите, мы читаем слово, а внутри у нас столько возникает сопротивлений, или столько возникает сомнений, или своих личных мнений. Вот поэтому необходимо обращать внимание на себя. Почему у меня возникают такие мысли? Откуда они приходят? Ну, если даже и пришли, то я должен следить, чтобы не согласиться с ними. Петр идет по воде. Пришло сомнение. Ветер, шторм, волны. Ну и что, что шторм и ветер? Ну и что? Вот он тогда еще не знал, что нужно было вникать в себя. Мало ли что сквозит. Христос сказал, можно идти. Скажет в космос, в космос пойдем. Не важно, что вокруг. Вот интересно, как в псалмах, да, мы читаем, Давид пишет, что унываешь ты, душа моя, и что печалишься? Смущаешься. Смущаешься. А именно говорит со своей душой, с одной стороны, я так тоже размышлял чуть-чуть, говорит сам собой, говорит со своим состоянием, где он находится. Не просто как бы, ну да, Бог сильный и все, а где нахожусь я, и как я себя буду сегодня направлять или настраивать по поводу или на фоне слова. Где я нахожусь? Так вот, задача или роль учителей заключается в том, чтобы изучить самого себя. Изучить, из чего я состою. Где тело мое, где душа, где дух. Из чего душа состоит, из чего дух состоит, из чего сердце состоит. Где грех, где плоть, и как это внутри меня все это уживается, и как мне разобраться со всеми этими вещами. Учитель должен это знать. Учитель должен понимать. Это все равно, как профессор приходит в школу, в колледж, начинает учить. Или учитель учит, а сам не знает, как работают эти вещи. Он ошибок наделает и неправильно научит своих учеников. Поэтому к учителям выставляется очень высокое требование. Поэтому апостол Павел особое внимание обратил на Тимофея, потому что у него был этот дар учителя. Был дар руководителя. И он много дает ему, строго. Вот это нельзя, вот это не делай. Там было много разногласий. Говорит, не позволяй людям говорить в церкви. Не позволяй ни ссорам, ни распрям, ни разногласиям. Запрещай написано. Поэтому учитель должен знать, где разрешить, а где запретить. Где зеленый свет, а где красный свет. Хорошо. Вот ты к ефесянам все пытался нам, Вася, подсказать. Хорошо. Четвертая глава, да, там говорится об апостолах, пророках, евангелистах, пастырях, учителях. И смотрите, какая цель? «Чтобы они приводили к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего». Ну, можно читать много, но не хватает времени, остановимся на этом. То есть роль учителей, пастырей заключается в одном, чтобы рассказать о Христе, рассказать о Сыне Божьем, чтобы мы имели одно понимание, одну веру, один взгляд. Получается, что если мы возвращаемся к этому римлянам, в 12 главе 1 стих, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. А воля Божия как раз в этом есть, чтобы мы были в единство, пришли в вере, познание Сына Божия и так то, что ты перечислил. Получается так. Да, вот эта внутренняя работа об этом говорит. Говорится о том, что в конце концов мы должны вырасти в мужа совершенного, то есть изменяться внутри, чтобы больше и больше походить на Иисуса Христа. Для созидания тела Христова я хотел просто это дополнить, что именно для созидания, вот в этом есть воля Божия, в том, чтобы мы были работниками, соработниками Христов. Если мы будем расти, выполнять свои функции, мы будем созидать тело Христово. Я расту как член, как орган, я созидаю. Так вот, смотрите, мы уже поговорили, мы сегодня, конечно, много не захватим. Мы говорили о служителях. Предоставить тела свои в жертву живую. То есть служитель должен работать, предоставить себя в сферу работы, куда призвал его Господь. Учитель должен пребывать в учении. Как это пребывать в учении? Он должен заниматься постоянно, вот вникая в себя и в учение, и занимаясь этим постоянно. Вот когда он предоставляет тело свою в жертву живую. Он читает, он вникает, он размышляет. Для этого нужно время. Поэтому учителя, они урезают свое личное время. У них личного времени нет. Поговорите с учителями, которые, на самом деле, учителя, которые изучают и занимаются. Сколько у них личного времени? Чем они занимаются? Насколько они там туда ездят, отдыхают, там отдыхают, там бывают, еще где-то бывают. Они все свое время тратят на то, чтобы вникать в себя и в учение. Потому что они предоставили тело свое на служение. Не просто предоставили, пожертвовали, посвятили себя. Вот Господь хочет, чтобы каждый человек посвятил себя на ту работу, куда призвал его Господь. Служитель или учитель. Или дальше мы читаем 8 стих. Увещеватель или увещевай, раздаватель или раздавай в простоте, начальник или начальство с усердием, благотворитель или благотвори с радушием. Ну вот немножко можно остановиться на увещевателе. Немножко отличается эта роль от учителя. Увещеватель – это тот, кто убеждает. Я просто читаю из объяснения других источников, более так расширенный перевод этого слова. Это убеждать, уговаривать, звать, настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду, моральную поддержку и так далее. То есть увещеватель занимается вот такими делами, которые вытягивают человека, который в проблеме. Или сегодня его называют, наверное, душепопечитель. Когда человек уже в унынии, он в депрессии, ему всё равно, он там где-то забуксовал, и вот надо особое внимание человеку, и он помогает, и помогает, и помогает, увещевает. Тот говорит, да уже оставь меня, я тут уже застряну в грязи. Тот говорит, да нет, ещё будем, давай на прицеп. Да я уже не хочу. То есть увещеватель занимается вот такими увещеваниями. Можем назвать апостола Павла увещевателем в данном случае? Мне кажется, его всем можно назвать. Он тут всё это самое выполнял. Когда читаем послание Коринфянам, вот там он увещевал. Увещевал. Он уже говорит, и так, и так, и так, я уже и мягко, я уже, я мог прийти вам с жезлом к вам, но я уже так, как мама пришёл, как с детьми с вами. Умоляю вас, братья, да? Это римлянный пишет, да. Конечно, вот эти дары не проявлялись везде у него, дарование. То есть можно иметь больше, чем один дар, да? Конечно, можно, да. Я думаю, что учитель, он, как правило, имеет и вот эту сторону дарования, увещевания. Потому что мы даже знаем в классе, учитель преподает ученикам, а потом остаётся такой один туго дум, и он ему и рассказывает, и рассказывает. Увещевает его, да? То есть не все, конечно, такие, а вот попадаются. Или им нужно особое внимание? Можно сказать, заинтересовывает его. Вот тебя же заинтересовал в математике другой учитель, да? Раньше было как будто у тебя не такая была. Да. Ну, он потому что заинтересовал не индивидуально, он, наверное, весь класс зажёг, как он начал там писать. Но тебя это коснулось в первую очередь. Я запомнил его всю жизнь это, да. Так вот, увещеватель должен пребывать в этом. Смотрите, почему должен пребывать в этом? Почему он должен посвятить себя? А потому что увещевать – это не так легко. Да, мне кажется, один раз не получится, второй раз не получится. И нельзя же этих людей бросать, которых увещеваешь. Потому что если ты их чуть-чуть бросил, они опять куда-то уехали. Они опять застряли, да. Опять застряли. Опять их надо кому-то вытаскивать. Если ты начал и не делаешь… Я думаю, у одних есть дар увещевания, а у других есть дар застревания. И вот одни друг другу все нужны. Мне кажется, эти дары с разных источников идут. Да, ты знаешь, вот этот вопрос, он всегда как-то был такой щепетильный, знаешь, особенно когда на евангелизации в 90-е годы, даже раньше 90-х, когда еще в наших странах была евангелизация, сколько приходило, каялись, а в церкви приходили только единицы. Вот почему? Наверное, недостаточно было после этого души попечителей, именно этих увещателей, которые бы… Я уже сейчас не помню статистики, но в Москве после проповеди Билигрэма открылось много церквей. Я сейчас не помню точно сколько, ну, я, может быть, ошибаюсь, но около 20-ти открылось церквей. Когда он уехал, через год-два церкви позакрывались, осталось там пару церквей. То есть проблема была в том, что ни учителей не было, ни увещевателей не было. Вот нужно было учить. Да, Билигрэм сделал свою работу, он как ледокол прошел, он сделал, проработал, пропахал. И вот с теми людьми нужно было работать, нужно было послать туда учителей, послать туда работников, служителей, чтобы они воспитывали, чтобы они работали с ними. Этого не произошло и потеряли людей. Я не знаю, вторично уже людей очень сложно вернуть назад. Вот поэтому работа увещевателей, она очень ценная. Это кропотливая работа, она может быть, как мы говорим, неблагодарная. Но Бог-то, Он отблагодарит сполна. А сегодня, конечно, это не сразу видно, когда человек занимается и молится, и говорит, и объясняет, и еще, и еще раз. Вот такая вот работа. А как насчет раздавателей? Раздаватель? Раздавать что? Раздавать то, что у тебя есть. То, что должно быть, или то, что есть? Ну, это не то, что ты воровал где-то, а потом раздаешь. То, что ты заработал, то, что у тебя есть, вот это ты раздаешь. Ты предоставляешь, может быть, даже свою квартиру, предоставляешь свой автомобиль, предоставляешь свои... Открыт на все. Ты раздаешь все, что у тебя есть. В кармане оказалось конфета, конфету дал. Оказалось там ручка, ручку дал. Вот вам надо, вот возьмите. Увидел нуждающегося, помогающему. Да, это не то, что нуждающий тебе в карман залез, и ты его поймал, и уже деваться некуда, придется дать. А ты ищешь, кому бы... Вот человеку сделать приятно, сделать хорошее, кому бы что-то дать. Вот есть такие люди. Я думаю, опять-таки, это зависит от роста, зависит от наличия доброты, наличия любви. Просто так человек это не сделает. Вот как он будет раздавать? Ему жалко. Я купил, это мое, и я вдруг отдам, да как это так? А у меня ж убудет, у меня ж не станет. Вот, это дети так поступают. Ну, мы вот в притче же видим, когда юноша пришел и ушел с таким огорчением, когда ему предложил Господь раздай все, продай имущество, все, что у тебя есть, и раздай нищим. Вот, ну, видимо, еще до этого дара было далеко. Хорошо, у нас время подходит к концу, будем заканчивать. Поэтому хочется сделать очень коротенькое резюме. Вот, я думаю, Бог даст, еще продолжим эту тему. Вот, серьезная тема, когда мы предоставляем себя на служение Богу. То есть представьте тела ваши. Каким образом предоставить? То есть, во-первых, мы должны определить, куда у нас есть, в каком направлении Бог хочет, чтобы мы работали. В каком направлении? Мы не прочитали все дары, и здесь не все. В других главах есть, в других посланиях дары есть. Это и служение, это и учитель, это и увещеватель, раздаватель, это и начальник, и благотворитель. А в конце концов написано «любовь». То есть, все во всем любовь. Если даже вы не сможете определить свой дар конкретно, проявляйте любовь, и вы не ошибетесь. И вы не ошибетесь. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы не просто назывались верующими, а чтобы мы предоставляли тело свое на служение, физически, видимо, работали. Работали языком, работали руками, работали чем угодно, эмоционально. Это видимая наша работа. То, что мы в сердце, да, это Бог видит. А то, что внешне, вот внешне мы должны, члены должны служить. Служить. Вот то, что вам Бог положил на сердце, служите, и Бог вам воздаст это в сто крат. Да благословит в этом хождении всех нас Господь. Наша передача подошла к концу. Для вас ее подготовили, провели. Роман Пальников, Василий Савченко, Василий Григорьев. До следующей встречи. С Богом.